Картину дня по распространению коронавируса расскажет наш главный редактор Дмитрий Нечаев. Передаю ему слово. Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. И сначала по традиции сводка с мировых полей битвы с коронавирусом. Итак, мировая статистика. На данный момент, на сегодняшний день, 3 апреля, фиксируется уже более миллиона, 1 миллион 16 тысяч 660 заболевших COVID-19 в мире. Это очень много. И еще несколько плохих новостей. Число погибших в мире превысило 53 тысячи человек. На 80 тысяч 68 человек выросло число зараженных. К сожалению, еще одной пациенткой с диагнозом COVID-19 стало больше и в нашем регионе. Ну а к печальному списку жертв пандемии за прошедшие сутки в мире добавилось почти 6 тысяч умерших. Мобильные морги в Нью-Йорке переполняются телами умерших от коронавируса. Ну, здесь есть, конечно, место и для хороших новостей. Давайте теперь поговорим о позитивном. Дело в том, что число выздоровевших, это внушает оптимизм, от коронавируса в мире также выросло и составило 212 229 человек. Это плюс 18 230 выздоровевших счастливчиков за прошедшие сутки. Американские врачи и вирусологи провели ряд успешных исследований вакцин от коронавируса на мышах. Правительство Китая сообщает о скором выздоровлении оставшихся 6 тысяч зараженных. Ну и теперь немножко подробнее о ситуации в нашей стране. По данным официального сайта stopcoronavirus.ru в России за последние сутки еще 601 человек заразился коронавирусной инфекцией. В итоге количество заболевших превысило 4000 человек. Четыре человека скончались, а 46 выздоровели. В итоге от коронавируса в России на текущий момент скончались 34 человека. Еще раз повторю, что главной действенной мерой на пути распространения пандемии остается самоизоляция, правила гигиены и владение полезной информацией. Именно полезной. Потому что сейчас очень много и другой информации. Той, что порождает, так сказать, коронавирус мозгов, если не научиться выбраковывать ее сразу и бесповоротно. Речь идет о так называемых фейках, которыми нас буквально заваливают через мессенджеры и соцсети, не говоря уже про так называемое сарафанное радио. Чего там только нет. И про якобы зараженные вирусом бананы, и про отравленную воду из-под крана, и про азиатов, которые якобы тычут в нос зараженные записки, и даже про тотальные замеры температуры лазерными градусниками из космоса. Ну а также, это уже просто в топе, буквально заботливое предупреждение, мол, закройте на ночь форточки, ибо город будут обрабатывать химикатами от инфекций с вертолетов. Ну, в общем, фантазии автором этого макабрического бреда явно не занимать. Но зададимся вопросом, кому выгодно запугивать людей в разгар эпидемии, кто и зачем врет про коронавирус, а главное, как не стать жертвой фейк-ньюс. Присмотритесь к мелочам. Дьявол, как известно, кроется там. Как правило, в фейковых текстах нет никаких конкретных деталей. Анонимы не уточняют, какое именно спецподразделение проведет зачистку, или какой части вертолеты и чем будут опрыскивать. Зато стоит обратить внимание на то, что в тексте есть. А есть там очень сильный эмоциональный напор. Всем-всем-всем, срочно, иначе будет поздно. Вам просто не дают времени на рефлексию, на обдумывание этой информации. Ну и надо сказать, что грешат этим, к сожалению, не только блогеры-шарлатаны. Ну что греха таить и некоторые СМИ. Аналитик одной из радиостанций утверждал, что число смертей от коронавируса на территории Российской Федерации якобы не менее 1600, а заболевших скоро будет 2 миллиона. Вот эту в кавычках аналитику с сайта радиостанции удалили по требованию Роскомнадзора. Но по интернету поползли россказни о том, что медицинская статистика, дескать, все врет. На самом деле погибших от заразы намного больше. Чтобы скрыть реальное положение дел, умерших якобы хоронят тайно. Но вот что стоит знать. Почему люди этому верят? Да потому что в разгар пандемии люди массово ринулись смотреть «Нет, не добрые фильмы прошлых лет, не образовательные программы о здоровье, а фильмы-катастрофы про эпидемии и моры». Что говорить? Так уж устроена психика большинства людей, большинства из нас, что в экстремальных ситуациях мы, во-первых, резко снижаем способность к здравому анализу происходящего, во-вторых, подсознательно мы надеемся с помощью любой информации о потенциальной угрозе защититься от нее. По принципу «предупрежден» значит «вооружен». Вот только не учитываем одного, что не бывает универсального рецепта от всех хворей на все случаи жизни. А уж фейковая информация и вовсе пускает нас по ложному следу, принуждая растрачивать попусту особо ценные в сложной ситуации ресурсы. Тем самым только усугубляя положение. Ну и хочу сказать, что для самых рьяных фейкоделов существует так называемая отрезляющая информация. По закону, если фейковая новость причинила вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, а срок лишения свободы до трех лет. Ну а если фейк, распространенный гражданином, повлек смерть, человек или иные тяжкие последствия, штраф составит от полутора миллионов до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы будет уже до пяти лет. Сколько еще фейков будет наштамповано во время пандемии? Ну, тут все зависит только от того, насколько критично мы с вами будем относиться к этой информации. Трезвый взгляд на вещи и ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих – это как раз залог того, что общепланетарная напасть вскоре будет преодолена. Берегите свое физическое и психическое здоровье. Хороших вам выходных и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok